Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим установки для получения сиропов. Установки для получения сиропов под избыточным давлением и при атмосферном давлении, а также их расчёт. Начнём с рассмотрения устройства и принципа действия установки для получения сиропа под избыточным давлением. Схема установки представлена на слайде. Сахарный песок, вода и батака дозаторами 14, 15 и 17 подаются в воронку 13, обогреваемого смесителя 12, где перемешиваются лопастями 11. Полученная однородная кашицеобразная масса стекает в сборник 19. Из него масса насосом 20 подаётся под давлением в змеевик 5, варочного котла 3. В котёл поступает греющий пар. За время прохождения массы по змеевику происходит растворение сахара в водно-паточном растворителе и нагрев полученного сиропа до температуры кипения. По трубе 6 готовый сироп течёт к фильтру 4, фильтруется через сетку и поступает в герметически закрытый и находящийся под давлением сборник 2. Сборник 2 через вентиль 1 сообщается с насосом варочного аппарата. Поворачивая рукоятки 16 и 18, можно менять подачу воды и патоки. При пуске установки открывают воздушный кран 10, вентиль 21 и впускной паровой вентиль 9. Воздушный кран закрывают, как только из него перестанет выделяться пар. Закрывают вентиль 21. По манометру 8 наблюдают за давлением греющего пара. Предохранительный клапан 7 исключает повышение давления в котле выше рабочего. Далее рассмотрим конструкцию и принцип действия установки для получения сиропа при атмосферном давлении. Эта установка обязательно должна иметь два аппарата. Один для растворения сахара в воде, а второй для смешивания сахарного раствора с патокой. Пока не найдено способа быстрого растворения сахара в воде при атмосферном давлении. Получение раствора сахара, а потом его смешивание с патокой, сокращает время совместного пребывания сахара с патокой при высокой температуре. Такой способ позволяет получать светлые сиропы с низким содержанием редуцирующих веществ. Аппараты для получения сиропа могут устанавливаться отдельно друг от друга и могут представлять собой две части одного комбинированного аппарата. Установка для получения сиропа при атмосферном давлении с использованием комбинированного аппарата представлена на слайде. Дозаторами 16 сахар подается в воронку 17 первой секции растворителя. В эту же секцию дозатором 11 равномерно подается вода. Постоянный уровень воды в дозаторе поддерживается поплавковым регулятором 10. Вода в баке дозатора подогревается паром, который подается в змеевик 14 через вентиль 15. Количество подаваемой воды определяется высотой от конца сливной трубки 9 до уровня воды в баке. Поворотом сливной трубки вокруг точки 13 изменяется высота h. Она пропорциональна косинусу угла, образуемого сливной трубкой с вертикалью. Шкала 12 указывает количество подаваемой в секунду воды. В первой секции 20 сахар смешивается с водой и частично в ней растворяется. Раствор подогревается паром. Он поступает в рубашку 24 и с двух сторон через вентиль 22 и 7. Воздух из рубашки при выпуске пара и периодически в процессе работы удаляется через воздушные экраны 21 и 6. Установленные с двух сторон рубашки. Конденсат из рубашки стекает через конденсат отводчик 28. Растворению сахара способствует размешивание смеси мешалкой 19. Крышка 23 прикрывает первую секцию аппарата. Сахарный раствор с мелкими кристалликами сахара снизу первой секции поднимается в прямоугольном канале 26 к отверстию 25 в перегородке 27 между первой 20 и второй 30 секциями. Во второй секции и следующих двух секциях происходит растворение кристалликов сахара и повышение концентрации сахара в растворе. Устройство остальных секций такое же, как и первой. В четвертой секции 32 получается сахарный раствор нагретый до температуры кипения. Выделяющийся из раствора вторичный пар удаляется из аппарата по трубе 8. Из четвертой секции через отверстие 3 в перегородке 33 сахарный раствор попадает в смешивающую часть комбинированного аппарата. В ней раствор сахара смешивается с подогретой патокой. Патока подается в смеситель по трубе 1 дозатором 5. Сироп через отверстие 35 в середине перегородки попадает внутрь цилиндрического фильтра 36, который вращается на валу 37. Профильтрованный сироп собирается в следующей части 38 смесителя, откуда через кран 39 поступает к насосам варочных аппаратов. Инвертный сироп, заменяющий патоку при ее отсутствии, поступает через патрубок 2. Каждая рубашка в установке обязательно должна иметь двухсторонний подвод пара и предохранительные клапаны 4. Внизу у перегородок между 1, 2, 3 и 4 секциями имеется отверстие 31, прикрытое заслонкой 29. От заслонки наверх выведена рукоятка 18, с помощью которой отодвигают заслонку и открывают отверстие при сливе сиропа по окончании работы. При работе аппарата заслонки закрывают отверстие. Из последней части растворителя и смесителя остатки сиропа удаляются через спускные краны 34. В последней части смесителя имеется сигнализатор, который предупреждает о чрезмерном повышении уровня сиропа. Установка снабжена манометром, термометрами всех цех, манометрическим термометром, регистрирующим температуру выходящего сиропа и терморегулятором для автоматического поддержания постоянной температуры выходящего сиропа. При проектировании установки для получения сиропов бывает задана производительность P, килограмм в час. Уравнение материального баланса за один час представлено на слайде. Кроме этого равенства можно написать отношение патоки к сухим веществам сахара. Отношение Y зависит от рецептуры изделий. Его берут из рецептурного справочника. Сироп готовится с определенной влажностью, поэтому удобно написать уравнение баланса влаги в установке. Подставляя в равенство, которое вы видите на слайде вверху, вместо GP и GW, их выражение из равенства, представленных на предыдущем слайде, получим необходимое количество сахара. Зная часовое количество сахара, определяют из второго равенства, представленного на слайде, количество патоки, а из первого равенства – количество воды. При частичной или полной замене воды промывными водами, содержащими сахар и патоку в той же пропорции Y, уменьшается количество сахара, и оно рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. Для установки, работающей при избыточном давлении, диаметр змеевика рассчитывается по формуле на экране. За время Тау-Р движение рецептурной смеси по змеевику сахар должен раствориться, следовательно, длина змеевика рассчитывается по формуле на слайде. Для установки, работающей под атмосферным давлением, следует определять полезный объем растворителя В. По полезному объему вычисляются размеры растворителя. Согласно рисунку, представленному на слайде, полезный объем растворителя определится по формуле. При этом царесообразно H большое брать равным R большое. И тогда В будет равно 3 вторых, это L большое R в квадрате. Задаваясь R большое, вычисляют длину, принимая коэффициент заполнения, это 0,75. В установках для получения сиропов пар затрачивается на нагрев составных частей сиропа, растворение сахара и компенсацию потерь в окружающую среду. Если аппарат находится в закрытом помещении с температурой стенки меньше или равной 150 градусам Цельсия, то приближенно коэффициент теплоотдачи можно рассчитать по формуле на слайде. Расход пара без учета подогрева аппарата D большое можно провести по формуле на слайде. И определить поверхность нагрева аппарата F большое по другой формуле, представленной на слайде. Технические характеристики установок для получения сиропов вы видите на экране в таблице. В этом видео мы с вами рассмотрели установки для получения сиропов, работающих под давлением и без давления, то есть под атмосферным давлением. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, поделитесь этим видео в социальных сетях. Отправьте это видео по ватсапу тем людям, которым оно могло бы быть полезно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok